Мы переходим в нашем разговоре к исследованию богословия Уитнеса Ли. Начнем с самого важного, самого принципиального момента учения Уитнеса Ли о Троице. Что Уитнес Ли и поместная церковь говорит о Троице. Официальное учение по местной церкви о триединстве Божества, о триединстве Бога выражено в общих выражениях и на первый взгляд ничем не противоречит традиционному христианскому вероучению. Пишут они так. Бог есть единственный триединый Бог, Отец Сын и Святой Дух, в равной мере сосуществующий и взаимоприсутствующий от вечности и до вечности. Для нормального среднего христианина, который не особенно знаком с историей учения о Троице, это звучит как нормальная, обычная формулировка христианского учения. Просто потому, что она построена в таких обтекаемых терминах, что надо потрудиться еще, чтобы понять, что именно здесь имеется в виду. Основное недоумение вызывает фраза, которую Уитнес Ли использует, сосуществующий и взаимоприсутствующий. Такое ощущение, что речь идет об одной единственной божественной личности, в одном числе. Не Отец Сын и Дух Святой взаимоприсутствующие и сосуществующие, а единственный триединый Бог взаимоприсутствующий и сосуществующий в одном и том же времени. Понять, как это, на самом деле, действительно сложно, потому что взаимоприсутствовать и сосуществовать с самим собой невозможно. То есть, как я могу сам с собой взаимоприсутствовать? Я в одном числе. Но опять же, доброжелательный читатель, а большинство христиан вполне доброжелательно относятся к этим вещам. Они читают эти вещи, думают, ну просто Ли, наверное, так неудачно выразился. Наверное, просто как-то вот у него язык необычный, но здесь тоже он, видимо, немножко постарался, нашел такой необычный способ выражения. На самом деле за этим стоит, конечно, очень важное отличие христианского учения от учения Уитнеса Ли. Поместная церковь категорически отрицает какую-либо связь между учением Уитнеса Ли и ересью, которая известна в истории христианства под названием модализм или савельянство. Мы уже говорили о ней в наших лекциях. Это учение о том, что одна и та же божественная личность периодически как бы меняет на себе маски. То есть сначала Бог является как отец, потом он же является как сын и потом он же является как дух святой. В силу того, что это основное обвинение, которое предъявляют поместные церкви христианские критики, поместная церковь категорически отрицает, что к ним это учение имеет какое-то отношение. Мы еще поговорим с вами о том, почему на самом деле все это не так. Нынешние представители поместной церкви постоянно напоминают о том, что в своих публикациях они не раз разоблачали и опровергали как ересь любую форму монархионистического модализма, а также принимали и подтверждали исторические положения, содержащиеся в Никео-Цареградском символе веры в отношении Троицы. Но последнее утверждение не вполне отражает позицию поместной церкви, поскольку принимая Никео-Цареградский символ веры на словах, она одновременно отвергает традиционное никейское богословие. То есть они принимают формулу, но отрицают то учение, которое за ним стоит. Редактор журнала «Поток» Рон Кангас пишет по этому поводу следующее. Традиционное историческое в кавычках богословие является тритеистским, то есть троебожным, по крайней мере имплицитным. И огромное число обычных верующих являются в душе тритеистами. Неправильное прочтение тех частей слов, в которых содержится откровение или указание относительно того, что Христос есть дух, также может быть продиктовано скрытым тритеизмом. В действительности, упорное настаивание на том, что Христос не является духом, а находится в духе, может в некоторых случаях быть отчаянной попыткой защитить систематическое богословие, являющееся по сути тритеистским. То есть, иными словами, в своем богословии Уитнес Ли пытаются одновременно уйти от двух вещей, которые они считают крайностями. От учения о Трои Божии, то есть, что есть три разных Бога, Отец, Сын и Дух Святой. И одновременно они пытаются уйти от традиционного христианского богословия, пытаясь создать нечто среднее. Но результатом этого учения получается откровенная ересь, потому что в следовании этому принципу они приходят к совершенно не библейским вещам. И пытаясь уйти от этих крайностей, которые они считают крайностями, они неизбежно просто впадают, вваливаются в ересь савильянства или модализма. Одним из наиболее радикальных шагов, которые предпринял Уитнес Ли, создавая свое богословие, является отказ от традиционной христианской терминологии. По его словам, такие понятия, как ипостась, личность, лицо, сущность, природа, Троица и так далее, слишком неточны и многозначны. Однако, отказавшись от традиционных христианских терминов, Ли так и не смог предложить им какой-то адекватной замены. И поэтому его собственное объяснение того, что такое Троица, выглядит просто бессмысленным набором фраз. Вот как это выглядит. Да, я верю в то, что если смотреть на это с одной стороны, с внешне объективной стороны, то Христос и Дух это двое. Однако, если смотреть с другой стороны, Христос и Дух едины. С какой одной стороны? С какой другой стороны? В вечности Отец возлюбил Сына. С одной стороны их двое, любящий Отец и возлюбленный Сын, но при этом они одно целое. С другой стороны они одно, но при этом их двое. Опять, в каком смысле двое? В каком смысле одно? С какой стороны? С какой другой? Три единое означает три один. Что значит быть триединным? Это просто значит быть триединным. Никто не может этого объяснить. Это значит именно то, что значит. Это невозможно объяснить. Если это можно объяснить, то это больше нереально и не таинственно. Быть триединным значит просто быть триединным. Этого никто не может объяснить. Интересно, что первоначальная ересь модализма, или ересь савильянства, она появилась в точно такой же обстановке. Дело в том, что, как, наверное, вы знаете из истории, во II-III веке н.э. многие христиане были не очень грамотны, не очень образованы, и их действительно до смерти пугало возможность впасть в ересь тритеизма, троебожия. И поскольку они тщательно пытались этой ереси избежать, они автоматически впадали в другую крайность и начинали проповедовать учение модализма, которое почему-то казалось им более понятным и более приемлемым. То есть не три божественных личности, а одна личность, которая на себе маски меняет. Вот как пишет об этом современная церковная история, которую зовут Бенгт Хеглунд. В первую очередь модалистические идеи сформулировал Савеллий. Он утверждал, что Отец, Сын и Дух есть одно, то есть являются одной сущностью и различаются лишь по именам. Для описания этого он использует некоторые образы. Так же, как человек состоит из тела, души и духа, в божественной сущности тоже есть три стороны. Эти три стороны связаны друг с другом так же, как вид солнца, его тепло и свет. Савеллию приписывают слова о том, что Бог в смысле ипостаси один, но в Писании он изображается различным образом, в зависимости от потребности контекста. Таким образом, он полагал, что Бог выступает в различных образах на разных стадиях. Сначала вообще в природе, затем как Сын и, наконец, как Дух. Эти рассуждения дали модализму его названия. Три личности есть различные способы откровения, моди, единого Бога. Для Савеллия характерно утверждение о единстве не только сущности, но и личности в божестве. Интересно, что вот этот образ, о котором говорит Хеглунд, образ солнца, от которого исходит свет солнца, свет и тепло, практически тот же самый образ используется в Писаниях Уитнес-Ли. То есть, даже на этом уровне его учение очень похоже на сочинение Савеллия. Даже поверхностное изучение работ Уитнес-Ли показывает, что основные черты Савеллианства в его богословии, несомненно, присутствуют. Прежде всего, Уитнес-Ли изображает три единого Бога как одну личность. При этом речь идет не о личностных свойствах Бога. Знаете, как иногда говорят, Бог не бездушная сила, он личность. Имеется в виду не то, что он одна личность, а просто он обладает некими личными качествами. В данном случае, когда Уитнес-Ли говорит о том, что Бог – это личность, он конкретно подчеркивает, что это не три личности, а именно одна личность. Вот, что он об этом пишет. «Крестить людей во имя три единого Бога – значит вводить их в личность три единого Бога, чтобы они обладали органическим единством с божественной личностью. Поскольку Святой Дух, Святая Пневма, Святое Дыхание – это дыхание воскрешенного Христа, и более того, сам Христос, вдохнувший себя в своих учеников, то мы не должны ошибочно думать, что Христос и Святой Дух, как его дыхание – это две отдельные личности». То есть, учение о том, что Христос и Дух Святой – это две отдельные личности – это ошибочное учение. «Отец, Сын и Дух – это не три отдельные личности и не три Бога, они один Бог, одна реальность, одна личность. В имени Божественной Троицы вся итоговая сумма божественного существа равна его личности. Хотя три единый Бог имеют развлечения на Отца, Сына и Духа, все равно они не могут быть разделены, все равно есть только один Бог. Это не две отдельные личности, одна здесь, а другая там». Я думаю, что достаточно понятно, совершенно конкретно прослеживается мысль о том, что учение о том, что Бог – это несколько личностей – это неверно, это ложь, это заблуждение. В своей книге о три едином Боге Уитнес-Ли прямо говорит о том, что троичность божественных личностей существует только на словах. Он пишет, что на словах их трое, но на опыте только один. Во-вторых, сама Поместная Церковь сегодня дает определение модализму, который звучит таким образом. Модализм – это богословская доктрина, утверждающая, что Отец, Сын и Дух являются не тремя вечно различимыми личностями в божестве, а тремя временными модусами или способами деятельности, в которых Бог раскрывает самого себя. Иными словами, по тому, как это поясняет сама Поместная Церковь, учение модализма заключается в том, что Бог – это не три личности, а просто три способа проявления одной и той же личности в разное время. Сначала один способ, потом другой способ, потом третий способ. Проблема заключается в том, что сам Уитнес-Ли в своих писаниях именно так описывал Троиц. Вот как он об этом говорит. Подобным же образом, Бог, Христос и Святой Дух – это один Бог, проявляющийся в трех лицах. Бог – это источник, Христос – выражение Бога, а Дух Святой – перенесение Бога во Христе в человека. Таким образом, три лица Троицы стали тремя последовательными этапами в процессе осуществления домостроительства Божия. Следующая цитата. «Бог сделал два шага. Сначала Он стал плотью, родившись как человек по имени Иисус. Прожив совершенную безгрешную жизнь и умерев на кресте, чтобы искупить грешного человека, Он воскрес из мертвых и в воскресении изменил свой вид, превратившись из плоти в Духа. И так Господь Иисус стал Духом. Другими словами, когда триединый Бог достигает своих искупленных людей, Он есть Дух». Следующая цитата. Итак, Евангелие от Иоанна ясно показывает нам, что Отец – источник всего, Сын – выражение Отца, а Дух – это вхождение Сына. В небесах, куда человек не может заглянуть, Бог – это Отец. Когда Он выражен среди людей, Он – Сын, а когда Он входит в людей, Он – Дух. Отец был выражен среди людей в Сыне, а Сын стал Духом, чтобы войти в людей. Отец в Сыне, а Сын стал Духом. Эти трое – просто один Бог. Ну и последняя цитата. «Любовь Отца, благодать Сына и общение Святого Духа – это не три разные реалии, а три стадии одного и того же, которыми мы можем обладать и наслаждаться. Подобным же образом, Отец, Сын и Дух – не три Бога, но три стадии одного Бога для нашего обладания и наслаждения им». Я думаю, что достаточно очевидно. То, что пишет Уитнес Ли, совершенно замечательно подходит под то определение модализма, которое сама же Поместная Церковь дает в своих писаниях. «Большое дело начинается с малого пожертвования, и пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com». Далее, в другой официальной публикации, которая была предназначена как ответ критикам Поместной Церкви, Поместная Церковь дает еще одно определение модализма. Определение, причем, такое достаточно скользкое, достаточно сомнительное. Они говорят, если вы говорите, что Отец, Сын и Дух являются друг другом, то это модализм. Если вы говорите, что божественные лица взаимно обитают друг в друге, это надлежащее библейское понимание взаимоотношений между личностями в божестве. Понимаете, да? Если Отец есть Сын, а Сын есть Дух, это модализм. А если Отец обитает в Сыне, а Сын обитает в Духе, или наоборот, то это нормальное христианское учение. Однако в работах Уитнес Ли без особого труда можно найти именно те высказывания, которые с точки зрения этого определения являются чистым модализмом. Вот замечательная цитата. Господь Бог послал самого себя, чтобы быть своим ангелом. Если мы понимаем этот принцип, то у нас больше не будет вопросов о том, как Сын мог молиться Отцу, если Сын – это Отец. Молящийся и слушающий молитву, Сына молящийся, а Отец слушающий – это одно. Вторая цитата. «Святой Дух во мне, который во мне, и который помогает мне молиться, – это Господь, который на небе. Следовательно, тот, кто молится внутри меня, – это тот, кто слушает меня на небе. Это двое тождественны друг другу. Как Бог уплощен во Христе, так и Христос реализован в одном из трех лиц Троица, в честном лице Святого Духа. Христос неотделим от Бога, и Святой Дух неотделим от Христа. Христос – проявление Бога, а Святой Дух – это Христос, осуществившийся в действительности». Таким образом, учение поместной церкви во многом тождественно не только общепринятому пониманию савилианства или модализма, но и совпадает с тем определением, которое сама поместная церковь дает модализму или савилианству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok